Приветствую вас! И, пожалуй, начать свой ответ я бы хотел с того, чтобы немножечко рассказать вам, чем вызвана данная ситуация, данная проблема. Дело в том, что ваш муж, если я правильно понял, отчим ревнует этого ребенка, вашего, значит, к ее отцу. То есть, для отчима этот ребенок, по сути, дел напоминание о том, что он не единственный мужчина в вашей жизни. И именно поэтому ему так тяжело принять тот факт, что вот этот ребенок может быть тоже кем-то там хорошим, например, кем-то там правильным, например, ну и, в общем, так далее, и так далее. И, поскольку ваш муж, получается, ревнует, то, в свою очередь, это означает, что раз он ревнует, значит, он не совсем уверен в себе. Раз мужчина не уверен в себе, значит, ситуация заключается в том, что с него не уверен в себе, в первую очередь, в первую очередь, бороться предстоит вам самой. То есть, нужно понять вам, в первую очередь, то, что ваш муж, это человек, у которого есть определенные проблемы, определенные противоречия. И эти определенные противоречия, они мешают ему свести себя с вами адекватно. Значит, и либо вы, вот, помогаете ему разрешить эти противоречия, путем общения с ним и, собственно, диалога, что вот, я вижу, как ты. Общаюсь с моей дочерью, значит, и что можно сделать. Что можно сделать для того, чтобы этого не происходило, потому что для ребенка это очень тяжело, для ребенка это травмирующе очень. Вот. Значит, либо ваш муж идет на компромисс, либо ваш муж как-то отвечает вам и отознает, что у него проблемы и обращается к психологу. Либо вы говорите ему о том, что он, значит, в противном случае, вы просто-напросто будете от него отдаляться. То есть, вы будете занимать позицию более наднацеленную, направленную на себя. И, как бы, ситуация заключается именно в этом, что у вас не должно и не может быть альтернатив. Понимаете? Вот я думаю, я думаю, что это и является ответом на ваш вопрос. Что делать? Пока мужчина все устраивает, пока он находится в зоне своего комфорта, у него нет и не будет мотивации для того, чтобы менять как-либо ситуацию. Пока он находится в своей зоне комфорта, мужчина на самом деле ничего не изменится. А вот как вывести его из зоны комфорта, это необходимо лишить его того, что он получает от взаимодействия с вами. Иными словами, вам необходимо вынудить своего мужчину тому, чтобы он начал вести себя иначе. Но для этого, для этого нужно создать у него мотивацию. Если нет мотивации, то, соответственно, и не будет каких-либо изменений с его стороны. Типа, зачем, зачем, менять, менять что-то, если все и так у него есть. Вот об этом я и рекомендую вам подумать. И, исходя из этого, уже решить, что бы лично вы могли бы сделать для изменения ситуации. И помните, что, меняя ситуацию, вы действуете во благо своей дочери, которая сейчас, по сути дела, получает достаточно сильную травму. Из-за того, как к ней относится ее отчим, считая, что именно она виновата в том, что происходит. С этим все. Надеюсь, что помог вам. Если каких-то вопросов остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.